Привет, это Вадим, и сегодня мы с вами покодим чекбоксы. Я у себя в Твиттере написал, что одна компания запустила сайт, на котором обещают научить других людей верстать, но во время регистрации там такие чекбоксы, такая верстка, что, ну, просто стыдновато. Поэтому я подумал, это хороший повод, что мы с вами сегодня покодить и разобраться, как из обычных чекбоксов сделать те, что вам нарисовали в дизайне, как их правильно сверстать, какие варианты есть, и как это вообще правильно делать. Мне кажется, это пригодится и новичкам, и суперпрофессионалам, так что поехали. Для начала кое-что проясним. С самого начала я делаю чекбоксы с лейблами, подписями к ним, чтобы они использовали максимально встроенные в браузеры функциональность. То есть там есть input type checkbox, там есть лейбл, они вместе соединены, на них можно нажать клавиатуры, мышкой, где-нибудь на мобильных устройствах, все совместимо и хорошо. Если какие-то вещи не работают в старых браузерах, они все равно будут работать. Естественно, когда вы даже не пытаетесь воспроизвести удобные интерфейсы, которые уже встроены в браузер, а просто делаете все на лету, типа div-div-div-div, оформили JavaScript и так далее. Естественно, у вас нет никаких проблем, вы просто делаете. Но сделать хорошо самим с нуля довольно сложно. Поэтому я предлагаю всем сейчас посмотреть, как это можно сделать, основываясь на том, что уже есть в браузере, и все равно оформить красиво. Давайте посмотрим сначала на дизайн. Я тут скетчи нарисовал, такой вот дизайн условный чекбоксов, все его состояния полезные. И, возможно, если ваш дизайнер рисует что-то другое, ему стоит показать этот макет, я его тоже выложу вместе с этим видео. В общем, у нас есть обычный чекбокс, не зачеканный. У нас есть зачеканный чекбокс, на который нажали, и его можно отправить. У этого всего есть состояние задизабленный в одном и в другом состоянии. Об этом тоже не стоит забывать. Есть атрибут disabled, который можно поставить на input, и тогда чекбокс должен приобретать совсем другой вид, потому что на него уже нельзя нажать. Это довольно удобно бывает, когда есть какая-то логика взаимодействия input-ов и чекбоксов всякого такого в какой-нибудь форме, например. Одновременно у этого всего есть еще активное состояние, то есть состояние в фокусе. Получается, что на обычный чекбокс можно перейти с клавиатуры, и если нажать пробел на сфокусированном чекбоксе, то можно его поставить, зачекать. И у этого всего по-прежнему должен быть фокус. То есть вот такой вот дизайн. Есть шесть разных элементов. И отдельно я еще выделил эту стрелочку. Она пригодится в одной из реализаций этого чекбокса у нас с помощью стилей. Я беру все это и экспортирую в SVG, потому что SVG подходящий формат, мне кажется, для такого. Тут вполне себе вектор, очень простые фигуры. Я беру, выбираю формат SVG, нажимаю экспорт, ну и дальше уже экспортирую SVG, оптимизирую и так далее, и так далее. Перейдем в редактор, что у нас там есть. Давайте сверстаем первый чекбокс, обычный нативный браузерный. Ну, для начала напишем input type checkbox. Сохранили. Все, у нас появился чекбокс на странице. Его можно зачекать, отчекать. В общем-то, обычный чекбокс, встроенный браузерный. Дальше. Но этого мало, нам нужно какой-то текст к нему добавить. Ну, тогда пишем. Первый. Все. Чекбокс, текст. Классно. Вроде бы все сверстали, все здорово. Теперь давайте его заменять на картинку. Нет, ну, все сложнее. На самом деле, этот чекбокс к этому тексту не имеет никакого отношения, просто потому что они просто стоят рядом. Они никак не связаны. Этот текст не является подписью к этому чекбоксу. Поэтому можно сделать кое-что еще. Можно взять и завернуть это все в лейбл. Переносим все внутрь. И получаем вот такую связь. Я нажимаю на лейбл, и чекбокс ставится. Это удобно, если вы работаете мышкой, и одновременно, если вы попали на этот чекбокс из скрин-ридера, например, вот так вот. Так выглядит фокус. Немножко стремновато, но я просто зазумил страницу сильно, поэтому, может быть, так страшненько она выглядит. И скрин-ридер анонсирует первый или любую другую подпись, которая, собственно, в этом лейбле находится. Да, вы можете сказать, что можно взять атрибут for, написать айдишник, и вот так вот их связать. Но это, в общем-то, не нужно, если они уже вложены. И мне, на самом деле, чаще всего нравится, когда я вкладываю инпуты в лейблы, чтобы эту связь не нужно было дополнительно прописывать. Еще кое-что. В этом примере мы будем рассматривать только чекбокс. Радиокнопки делаются очень похоже. Селекты, всякие обзоры, выпадушки и всякие еще какие-то штуки, рейнджи, например. Это совершенно другая история. Я здесь делаю не библиотеку компонентов, чтобы вы использовали каждый день. Я здесь демонстрирую принцип. Поэтому вопросы, а где все остальное, задавайте себе. Давайте раздадим именно классов. Сюда класс Check. Сюда класс CheckInput. Все по BEM, ну и здорово. В общем-то, ничего не изменилось. Давайте тогда мы размножим наши чекбоксы, чтобы описать все состояния, которые нам нужно оформить. Мы берем и делаем его Checked. Дальше мы берем всю эту группу из двух частей и дублируем еще раз. У нас здесь будет Disabled и Checked Disabled. То есть, смотрите, мы описали все четыре чекбокса. Они выглядят страшновато, но это мы сейчас поправим. То есть, первый у нас обычный, второй зачеканный, третий задизабленный, четвертый зачеканный задизабленный. Ну и давайте еще раздадим дополнительный класс. Замиксуем, так сказать. Option. Он не имеет отношения к нашему чекбоксу, но он позволит нам симпатичнее все выровнять. И напишем его здесь. Option. DisplayBlock. MarginButton. 0.25E. Вот, смотрите, все выровнялось. Красивый список. Дополнительной разметки нам пока не нужно. Но мы тут просто делаем демку. Ну и для красоты сделаем первый, второй, третий, четвертый, чтобы не было первый, 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 первый. Второй. Третий. Четвертый. Все. Отлично. Смотрите. Еще раз посмотрим, как эта штука работает просто так. Мы пока еще стиль вообще практически не писали. Смотрите. Мы попадаем сюда, ставим чекбокс. Попадаем сюда, снимаем, ставим. А дальше мы попасть не можем, потому что эти два элемента задизаблены. Последние два. Отлично. Сейчас, чтобы оформить наши чекбоксы по дизайну, нам нужно браузерные спрятать. Но спрятать правильно. Это, собственно, главная проблема, из-за которой я начал записывать этот выпуск. Дело в том, что ребята из того сервиса, который я упоминал, прячут их с помощью display.none. А display.none говорит, этой штуки нет вообще. То есть совсем нет. Ни для кого нет. Вообще никогда ни для чего. И для скринридеров тоже. И для клавиатуры тоже. И, собственно, это главная проблема. Мы сейчас постараемся ее избежать. Давайте заведем группу стилей для нашего чекбокса. чек. Сюда пока ничего не пишем. А сюда пишем чекинпут. И в этом чекинпуте мы сейчас кое-что напишем. Есть много способов спрятать какой-то инпут, который нам нужен, но визуально мы хотим его спрятать. Есть такое свойство, ну, не совсем стандартное. Называется appearance. И, собственно, appearance.none мы и напишем. Ничего не сработало. Дело в том, что оно нестандартное, соответственно, у него есть префиксы. Поэтому мы напишем webkit appearance.none. Смотрите, спряталось. Но не просто спряталось, а оставил за собой пробельчик, ну, потому что между словом есть пробельчик и этим инпутом. То есть он спрятался, но он вроде бы есть. Вот такая вот штука. На всякий случай мы еще напишем mos.appearance.none, чтобы в Firefox тоже все было хорошо. Но на самом деле, что edge, что Firefox понимают и этот webkit appearance. Но из уважения к ребятам мы напишем еще и mos.appearance. Ну и чтобы избавиться от пробела, который все еще здесь есть, мы напишем position absolute. Все, пробел ушел. Дальше нам нужно вставить наши чекбоксы. И удобнее всего будет сделать это, наверное, дополнительной разметкой. Берем и пишем span class checkbox. И берем эту штуку, копируем везде. Пока ничего не появилось, но потому что мы стиль не написали. Давайте напишем checkbox и как-нибудь опишем. Для начала подумаем, как мы будем его оформлять. Мне нравится сделать position absolute, чтобы он не мешал высоте строки. То есть position absolute, размеры относительно самого элемента и его шрифта. ну и зададим какой-нибудь фон. Background color томейта, мой любимый. Получилась вот такая вот штука. Он закрывает текст, потому что он абсолютно спозиционирован без указания координат. И сейчас нам нужно отодвинуть текст, пододвинуть эту штуку, в общем, начать оформлять. Ну и чего терять время? Давайте мы сразу добавим туда картинку. Вместо background color напишем background image и здесь напишем images of svg. Это тот самый svg, который мы экспортировали. Во, прекрасно. У нас уже есть картинка. Обратите внимание, что фон у этой штуки залит. Если у вас фон страницы тоже белый, не забывайте, фон может стать светло-серым и не хотелось бы, чтобы внутри чекбокса была дырка. Так что это было бы правильно добавить туда заливку тоже. Чтобы отодвинуть, нам нужно добавить padding для лейбла, а потом сдвинуть наш чекбокс в сторону, чтобы он уперся туда же. Ну то есть поиграть вот в эту вот типичную вещь для верстки. Что-то отодвинуть, что-то пододвинуть. И сейчас мы с вами это сделаем. Чеку напишем padding left margin left 1.2 em отодвинулся, а чекбоксу напишем margin left минус 1.2 em и он вернулся обратно. Смотрите, уже похоже на то, что мы хотели сделать. И здесь начинается та самая магия, ради которой мы оставили тот чекбокс. Ну, кроме доступности, удобства с клавиатуры и прочего. Дело в том, что опираясь на тот самый чекбокс, мы можем всякие псевдоклассы использовать для оформления лейбла или спанчика нашего. То есть, получается, у нас есть псевдокласс checked, когда чекбокс отмечен, и у нас есть псевдокласс disabled, который мы можем использовать, когда он задизайблен. А когда они checked disabled, мы оформляем наше четвертое состояние. Вот сейчас будем на них опираться. Сделаем отдельную группу для состояния. checked и напишем, когда у нашего инпута состояние checked и сразу после него стоит элемент, который мы хотим оформить, и, собственно, цель нашего селектора, что-то происходит. А что происходит? Мы картинку меняем. Давайте возьмем и вместо off напишем on. Оп. Смотрите. Из-за того, что у нас атрибуты checked уже стоят здесь и здесь. Второй и четвертый стали зачеканными. Ну, то же самое сделаем для всех остальных состояний. Первым делом, конечно же, фокус. Фокус. И давайте пропишем вот такое. Check input фокус. Чекбокс у нас будет off фокус. Как мы это проверим? А мы сфокусируемся на него. Смотрите. Я нажал tab на клавиатуре и перешел к первому чекбоксу. Но видите, получается ситуация не очень, потому что мы не описали другое состояние, когда он и зачекан, и в фокусе. Давайте опишем. Раз. Дублируем. И пишем checked focus. И здесь, соответственно, on focused. Получается раз, два, раз, два. Следите за руками. Я сейчас на первом чекбоксе, я нажимаю пробел, и он зачекался. Нажимаю пробел, отчекался. Иду дальше, раз, два. Дальше я пройти не могу на третьей, четвертой, потому что они задизаблены. И это состояние тоже нужно показать. Давайте мы оформим состояние disabled. Мы для этого можем использовать существующую группу focused, только там поменять фокус на disabled. И здесь тоже написать disabled. И здесь написать off disabled. А здесь написать checked disabled. То есть on disabled. Сохраняем. Магия. Раз, два, раз, и все. Дальше пройти не можем. Но состояние наше адекватное. Вы, наверное, обратили внимание, что мышку я не трогаю, когда чекбоксы отмечаю. Именно так пользуются интерфейсами люди, которым удобнее по тем или иным причинам пользоваться клавиатурой. Они попадают чаще всего в формах, а иногда вообще по всему сайту. Они попадают туда с клавиатуры и от одного поля переходят к другому с помощью клавиши tab. Вперед, вперед, вперед. Когда нужно пройти назад, они нажимают shift-tab. И это универсальная вещь в операционных системах, в браузерах, на разных платформах. Это абсолютно универсальная возможность, которой пользуются очень многие люди. Например, я. Ну и что? Все, расходимся? Мы сделали чекбоксы, которые доступны с клавиатуры, прекрасно расставили картинку, все состояния описали. Ну, давайте поиграем еще. На самом деле у этого способа есть один недостаток, а есть еще другие способы оформления, про них мы тоже поговорим. Один из них совершенно бессмысленный, но я про него вам тоже скажу. Так в чем проблема с этим способом? Смотрите, когда у нас указана картинка для нашего чекбокса, который просто по умолчанию, офф, все отлично, страница загрузила, все здорово. Когда мы ставим второй чекбокс, картинка начинает загружаться, и если есть какие-то проблемы с сетью, то картинка может застрять, и чекбокс неправильно, неадекватно отобразится и поставится. Поэтому было бы хорошо, наверное, взять и заинлайнить этот чекбокс. Давайте попробуем так и сделать. Смотрите, мы открываем наш файл off и видим, что это обычный svg. Мы можем его довольно-таки легко заинлайнить в наш CSS. Давайте сходим в отличный сервис Юли Бухваловой URL Encoder и закодируем там картинку. Переходим, копируем наш off, вставляем и получаем готовый код для вставки. Смотрите, или просто закодированный, или закодированный уже готовый для CSS. Давайте возьмем и скопируем вариант для CSS. Но сначала кавычки сделаем одиночные. Я одиночные больше люблю. Раз, скопировали, идем в наш CSS. И вместо вот этой картинки мы берем и вставляем то, что получили от Юли. И что получается? Смотрите, background image, data image, svg, xml, бла-бла-бла, и тут, собственно, начинается код нашего svg. Обратите внимание, что это не base64. Это не какой-то закодированный формат. Это обычный svg, но некоторые символы здесь экранированы. Угловые скобки, решетки, вот вместо решетки написано процент 23 и так далее. Все штуки, которые не могут быть в адресе по спецификации. Сохраняем и получаем наш обычный чекбокс. Мы то же самое можем сделать со всеми картинками, и тогда, когда приедет CSS, он сразу приедет с картинками. Картинки, на самом деле, не очень тяжелые получились к этому всему. У них мало точек, я их почти руками рисовал, по крайней мере, svg оптимизировал точно, и получилось там, по-моему, в порядка одного килобайта вся эта графика весит. Довольно немного, и это я еще не смотрел, сколько будет в Gzip. В Gzip будет еще меньше. Окей, мы справились с недостатком нашего способа с картинками. Главное преимущество этого способа по-прежнему то, что то, что дизайнер нарисовал, вы можете экспортировать и использовать в вашей верстке, чтобы он не нарисовал. Но, допустим, конкретно с этим дизайном, который я сам нарисовал, попроще, есть одна особенность. Там особо и графики-то нет. Там примитив прямоугольничек со скругленными краями, с заливкой, с обводочкой какой-то, и единственная графика, которая там есть, это, по сути, наш чекбоксик, ну, вот эта вот галочка. Это та самая графика, которая нам нужна, а все остальное нам и не нужно, как будто. Так, может быть, мы попробуем на CSS это сделать? Давайте. Давайте уберем все лишнее. Убираем нашу картинку, позиционирование, все это остальное, оно будет немножко другим для нашей ситуации. Убираем наши картинки, оставляем только самую основу. Это убрали, это убрали, это убрали, и это убрали. Это все нам пригодится, но мы по-другому будем делать. То есть, графика у нас здесь нет. Сохраняем и получаем, ну, что-то вот совсем сломалось. Ну, не бойтесь, мы сейчас вернем. Для начала вернем наши чекбоксы. Размеры у них будут поменьше, чем 1 em. Я подсчитал, что где-то, где-то 0,6 em будет лучше всего. width 0,6 em, height 0,6 em, и сразу зададим обводку. box-shadow 0,0,0,0,0,1 em, и нашу синюю обводку. Вот, получилось. Мы сейчас имитировали с вами ту самую рамочку, которая есть у нас в дизайне, но с помощью стилей. Ну, давайте зададим ей всякое остальное. Для начала сместим, вернем обратно. margin-left, минус 1 em, вернули. margin-top 0,2 em, красиво. border-radius 0,0,5 em. Да, я все рассчитал заранее. Еще симпатичнее. Зададим фоновый цвет. А почему бы просто white не написать, да? Ну все, основа готова. Ну и давайте оформим зачеканные чекбоксы. background-color наш синенький. Ага. А внутрь надо положить картинку. Я экспортировал ту самую галочку отдельно, и сейчас мы ее вставим как картинку. background-image images check svg. Во, прекрасно. То есть довольно-таки похоже, да? Ну и осталось оформить остальные состояния. У нас уже есть основная обводка. Нам нужна обводка для фокуса. Мы берем тот же самый бокс-шеду и расширяем его. input в фокусе будет иметь такой же бокс-шеду плюс дополнительно еще один. Берем и кое-что пишем. 0, 0, 0, 0, 2, чтобы он выбирался из-за того бокс-шеду, yema, и зеленый цвет. Ну и запятую не забываем. Раз. Все, смотрите. Я хожу по чекбоксам, клавиатуры, и они классно фокусируются. То же самое нужно сделать для наших задизабленных состояний. Но там, конечно, фокуса нет. Идем и пишем. Outline скопируем с предыдущей ситуации, но поменяем там цвет. Обратите внимание, что нам здесь не нужно вот эту вот штуку использовать. Фокус зачеканный, потому что мы комбинируем состояние, мы описываем отдельно их части. Поэтому штуку мы просто удаляем. Вставляем и меняем цвет. Раз. Серый. Осталось только поменять фоновый цвет у последнего четвертого. Берем тот же самый серый и пишем background color и вот такой. Все. Все наши четыре состояния готовы. Ходим, чекбоксы ставятся, чекбоксы снимаются. Все здорово. На эти мы не попадаем. Оформление с помощью CSS работает тогда, когда у вас сравнительно простая графика. И на самом деле, в большинстве случаев я предпочту именно SVG. Потому что он, ну, не знаю, вы точно не рискуете, что вам придется что-то переделывать, и иногда он рендерится лучше, иногда, правда, хуже. Ну, то есть, зависит от ситуации. Наверное, быстрее, вот совсем простую графику, то есть коробочка, обводочка, не знаю, галочка внутри, наверное, проще сделать на CSS. А если сложный чекбокс с градиентами, хотя и градиенты на CSS можно сделать. Ну, короче, если реально сложный, в форме звездочки или, не знаю, в форме какого-нибудь летящей птички, мало ли, что дизайнеры придумают, иногда проще сделать SVG. Вы видели и SVG-шный способ, и CSS-ный способ, чтобы вы знали. Ну, все, можно по домам идти? Ну, почти. Как мы с вами чекбокс спрятали? Ну, не совсем спрятали, а так, припрятали, чтобы им все-таки можно было воспользоваться, на него можно было опереться. Мы написали appearance none с префиксами всякими. Эта штука работает в Edge, но есть проблемы в E11, поэтому есть другой способ доступно что-то спрятать, который обратно совместим со старыми браузерами. Давайте попробуем. Вернемся в то место, где мы его прятали. Подишем абсолют, webkit appearance, и вот это вот все. И давайте посмотрим, как это выглядит непосредственно в интернет-эксплорерах и в Edge. А вот так. Слева у нас Edge, и наша штука прекрасно работает с клавиатурой и со всем остальным. Обратите внимание, что справа все сломано. А еще браузер sync помогает нам сохранизировать состояние полей, за что ему отдельное спасибо, но выглядит немножко криповато. Так вот, что происходит? Наши чекбоксы не прячутся в E11. Это именно он. То есть, мы по-прежнему можем как будто бы зачекбоксить их, зачекать, но так получается, что текст закрывается и вообще, ну, не очень. Поэтому, наверное, было бы хорошо использовать другой способ. Мы его сейчас и используем. Вместо webkit appearance можно написать, сохраняя тот самый position absolute, можно написать width 1px, height 1px, overflow hidden и на всякий случай еще clip rect 0, 0, 0. Все. Спрятали. Обратите внимание, ничего не изменилось. Мы просто по-другому спрятали. Он все еще position absolute, у него все еще высота как будто бы никакая. Нулевые размеры, если вы задаетесь, то скринридеры могут их не увидеть. Они могут проигнорировать те элементы, у которых нулевые размеры. Поэтому лучше задавать один и один. Overflow hidden на всякий случай. Клип еще дополнительно прячет, чтобы совсем уж. И смотрим. Все отлично. Наши чекбоксы прекрасно работают. Ими можно пользоваться с клавиатуры. И все, в общем-то, так, как мы и хотели. Это более совместимый способ. А webkit appearance, ну, видимо, для будущего. То, что я сейчас воспроизвел, чаще всего называется visual hidden. Не visibility hidden, а именно visual hidden. Это такой класс, который люди имеют у себя в CSS, и там те же самые свойства, дополнительные еще кое-какие есть, которые можно использовать для того, чтобы прятать что-то доступно. И display none, не opacity 0, не вот что-то еще, а именно вот этот вот набор свойств внутри visual hidden, это самый бронебойный и самый совместимый со скринридерами и браузерами способ, который позволяет вам, например, опираться на чекбокс, не имея его визуально отображенного. Ну и просто, а почему бы и нет? То же самое можно сделать еще другим способом. Я знаю, все страшно любят инлайновый SVG, когда вы берете и прямо SVG вставляете в HTML документ. И я подумал, какого черта? Я тоже могу так сделать. И я зачем-то сделал инлайновый SVG версию этих самых чекбоксов. Давайте мы на нее посмотрим мельком. Ну, честно говоря, в этой ситуации я не вижу большого смысла, но у меня было свободное время, и я подумал, почему бы и нет. Открываем страницу inlineHTML, на которой я заранее все подготовил. И давайте посмотрим, что здесь происходит. У нас есть то же самое checkOption, checkInput, а дальше начинается что-то странное. Ну ладно, странное. Я думаю, вы это уже видели. У нас здесь есть SVG с классом checkBox, то есть не спанчик, а сразу SVG. И внутри все наши фигуры разложены красиво с классами checkFocus, checkSquare, checkMark, и дальше у них описаны те вещи, которые им нужны. Размеры, координаты нашего checkBox, все остальные фигуры довольно простые и описаны с помощью recta. А polyline описывает нашу галочку. И на самом деле все эти блочки абсолютно одинаковые. Здесь, 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 здесь. Они одинаковые, но они выглядят по-разному. Как это так? Дело в том, что я вставляю внутрь каждого лейбла рядом с input'ом готовый набор, готовый конструктор, а потом в зависимости от состояния нашего input'а его модифицирую. Смотрите. Ну, для начала я их оформляю по умолчанию, всячески там fill none, svg-шное свойство вместо css-ного, stroke, stroke width и так далее, и так далее. А потом начинаем модифицировать. Я говорю, что в ситуации, когда у нас input зачекан, и обратите внимание, здесь не просто через плюсик, а через плюсик и вложенность, потому что у нас есть еще дополнительный контейнер с svg, но в общем-то не страшно. Одноглазая сова, как сказал бы Хейден Пикеринг. Здесь меняется заливка, здесь меняется тоже заливка, и на самом деле рамка меняется, еще раз заливка меняется на серую. то есть в принципе css-то простой. И глядя на css, можно подумать, а хороший способ, кстати, вообще все оформление есть внутри, и мы сочетаем все плюсы svg с плюсами css, но если посмотреть в html, получается, ну, так себе. Он нам не нужен здесь, этот svg. Мы просто особенно не пользуемся этими возможностями. Если бы нам нужно было по ховеру менять заливку или еще что-нибудь такое делать, ну, наверное, можно было бы, но поскольку у нас все события по чеку, если мы все это можем реализовать на css, то в принципе нормально и использовать обычные css или фоновые картинки. То есть вы смотрите сами, вы знаете, что такой способ существует, и вы обязательно посмотрите демку, но мне кажется, это оверкил, как говорят. Ну, что мы с вами сегодня узнали? Чекбоксы на самом деле чуть сложнее, чем кажется. Более того, дизайнеры не всегда понимают, как они работают и неправильно их рисуют. Поэтому ваша задача, мало того, чтобы правильно реализовать, как я сейчас показал, все демки будут в описании, ну, вы поняли. Ваша задача еще убедиться, что вам дали правильный макет, макет, на котором есть все состояния. Чекбоксы обычные, зачеканные, зачеканные с фокусом, обычные с фокусом, задизабленные, зачеканные и просто задизабленные. То есть получается шесть состояний. И пока вы не получите от дизайнера вот то, что вам нужно, не надо начинать разрабатывать. У вас есть какие-то требования теперь, а возможно и всегда были. Ну, просто чтобы вы знали, у форм и у всех интерактивных элементов есть состояние фокуса, а у некоторых элементов еще есть состояние задизабленности. То есть когда взаимодействовать с чем-то нельзя. Если вы пытаетесь имитировать чекбокс, нормальный, встроенный браузер, в котором есть много потрясающих возможностей и теряете disabled, checked и всякие вот эти возможности, ну тогда зачем? Давайте использовать то, что уже есть в платформе и главное, к чему привыкли пользователи. Например, я. Я очень много пользуюсь формами с клавиатурой и вам рекомендую. Так гораздо быстрее. Ну это все на сегодня. Спасибо, что досмотрели. Обязательно выскажите, что вы думаете об этом видео. Я вернулся, поэтому лайки, подписки и все остальное, ну вы знаете. Мне писать можно на happypillsbay.net Я там буду отвечать на ваши вопросы, либо прямо там, либо в комментариях, либо где вы там можете меня найти. Пишите. Мне интересно, вам интересно. Будем продолжать развлекаться. Услышимся где-нибудь через недельку. Пока.